И всем привет друзья, вы на канале SkyTopGames, с вами Иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Сегодня у меня такой будет небольшой обзорчик мода, который мне прислал мой хороший подписчик и друг нашего канала Арсений Касьянов, он же товарищ Лысый или просто Лысый, кстати у него также есть свой YouTube канал, все ссылочки на его канал будут в описании под видео, ребят. Короче, мы сегодня рассмотрим мод полностью терраформированной системы, то есть нашей солнечной системы, да ребятки. И как ты можешь догадаться, что-то вот это вот очень не похоже на край нашей земли, да. Давайте сейчас мы в свободный режим переключимся и немножко перелетим и посмотрим, что же это такое. Так, солнце светит довольно-таки очень ярко. Ребят, это, это, это у нас планета Меркурий. Давайте вообще рассмотрим, так, нашу солнечную систему. У нас, так, звезда Солнца, посмотрим у нас, что мы имеем в этом моде. Полностью терраформированный Меркурий, терраформированную Венеру. Ну, Земля, это понятно. По-моему, там Луна у нас терраформированная. Ну, на Луну, я думаю, мы не будем с вами летать, потому что у нас уже было одно видео по терраформированной Луне. Марс, Церера даже, ого, классно. Так, Юпитер, ну это понятно, газовый гигант, там жизнь никак не может быть терраформированным. Но зато у газовых гигантов терраформированы известные, самые, самые известные спутники. Это Ио Европы, Ганимет Калиста. Мы по ним пробежимся. Так, что у нас по Сатурну? Энцелад. Ну, вообще, я хотел бы, конечно, чтобы и Титан был терраформированным. Хотя, подожди, стой. Умеренная морская субаквария. Так, есть вода, аргон, кислород. А, ну, в принципе, здорово. Посетим также, наверное, с вами и Титан. Так, Уран. Что у нас по Урану? То есть, все его пять известных спутников. Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Аберон, они тоже терраформированы. Кстати, заметно, у них температура не очень, да? Чем дальше от Солнца, от Солнца все-таки температура чуть ниже. Так, Плутон. Что у нас по Плутону? Давайте посмотрим. Ну, Харон. Достаточно Харона, да. Вообще, на Хароне 13 градусов по Цельсию плюс 13. Блин, ну, здесь, конечно, немножко должно быть, скорее всего, холоднее. Ну, если представить, что это полностью терраформированная солнечная система. Так, ну что ж, давайте, наверное, начнем, я думаю, с самого, с самой первой планеты. То есть, это планета Меркурий. Немножко замедлим скорость и посмотрим на ее виды. Хотя бы вот так визуально. Но, знаете, не хватает, как я всегда говорю, не хватает зелени, растительности какой-то на самой поверхности. Я думаю, что Арсений нам в будущем все это поправит, все исправит, сделает и будет немножко все это смотреться натуралистичнее. Даже вот так бы я бы сказал. Ребят, если кому-то вдруг захочется установить себе этот мод, вот, ребят, пишите либо мне, либо Арсению. Также на его контакт. Ссылку на его паблик ВКонтакте я оставлю под видео в описании. Так, ну что же, посмотрим. Давайте, можно, в принципе, наверное, даже, не знаю, опуститься на поверхность нашего Меркурия. Да, вот есть вода, все замечательно, все классно, все здорово. Но, единственное, что здесь мы с вами, наверное, рассмотрим вблизи, это, конечно же, ярко светящееся солнце и больше практически ничего. Ну, давайте промотаем время. Давайте ускорим время. Ах, блин, да. У нас же очень медленный оборот Меркурия вокруг Солнца, поэтому, блин... То есть, ну, Меркурия из своей орбиты, поэтому здесь ночь длится очень долго, день то же самое. Так, поэтому, наверное, я думаю, здесь задерживаться не стоит. Мы здесь особо ничего интересного не увидим. Так, где у нас... Где у нас... Где у нас наше... Наше Солнце. Подожди. Наше Солнце. И тогда давайте перелетим сразу же к планете Венера, я думаю. Вот здесь, в принципе, какие-нибудь виды нам должны открыться. Я не знаю, какие. Но только если на яркие планеты Солнечной системы и не более того. Да, вот она, Венера. Посмотри, здорово выполнены, да, облака. То есть, вот эти закручивания там дует ветер, идут какие-то ураганы. Но, кстати, вот Венеру, друзья, мы рассматривали с вами в другом интересном моде. Там была Земля 150 миллионов лет назад. И вот там, конечно, Венера немножко выглядела натуралистичнее. То есть, там была та самая зеленка, про которую я говорю все время. В модах, посвященных терраформированию каких-либо планет, спутников и прочее. Но здесь, посмотри, шикарно сделаны вот эти облака. То есть, если представить, что мы пролетаем на МКС, да, то мы видим, в принципе, то же самое. Такие же разливы облаков, как и на Земле. Да, выглядит ничего, прекрасно. Ну, давайте опустимся, наверное, на поверхность Венеры. Хотел сказать, Земли. Так, яркое солнышко. Да, есть вода. Все здорово, прекрасно. Давление, кстати, здесь как на Земле. Ну, да, земное давление, одна атмосфера. Это здорово. Так, тяготение, ну, чуть понижено, чуть понижено, чем на Земле. Давайте, наверное, сейчас мы с вами ускорим время. И посмотрим на ночную сторону, на ночную жизнь на Венере. Вообще, что здесь будет происходить? По-моему, как-то медленно все это происходит. Медленно идет скорость у нас. Промотка времени, вернее. Ну, я скажу, это земной закат. Это 100% земной закат. Закат, посмотри, как классно выглядит, да? Вот я скажу то, что все-таки после обновления в Space Engine, да, облака стали, вот как я вам говорил под видео про обновление. Можешь чекнуть его в плейлистах Space Engine. То, что облака после обновления у нас поправили и исправили, и они стали выглядеть немножко натуралистичнее. Но здесь как-то не очень. Это, наверное, скорее всего, не из-за мода. Это из-за того, что я играю в симуляторе, а не в планетарии. То есть, если играть в планетарии, то там намного выглядит все натуралистичнее и лучше. Так, ну, давайте закроем нашу информацию. Тогда она не нужна нам больше. И мы посмотрим на ночную сторону. Вообще, как здесь, что и выглядит. Я так понимаю, смотри, две ярких точки, это, скорее всего, Земля, да, 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 я так и думал, и Луна. Но если представить, что... Давайте немножко замедлим время. Если представить, что если бы Венера была у нас с жизнью, то отсюда бы двумя вот такими яркими точками смотрелась бы наша Земля и Луна. Так, подожди, а сколько у нас расстояния до Земли? Так, расстояние 0,30 астрономических единиц. Так, вот это я понимаю, наверное, скорее всего, какой-нибудь... А, это Юпитер. Я почему-то думал, склонялся, что это у нас Меркурий. Так, ну ладно, подожди-ка. Альфа Центавра, ладно. Ого, 13 планет, а да жизнь. Вот это мне интересно стало, интересно. Ну, вообще, по-моему, по Альфа Центавре у меня тоже был небольшой видосик. Ладно, давайте здесь, наверное, не будем задерживаться. Земля... Ну, Землю мы, в принципе, пропустим. Марс. Ох, моя любимая планета Марс, про которую я читаю любую статью. Только какая угодно выходит про планету Марс, я сразу же ее читаю. Так, ну что у нас по Фобосу Деймусу? Так, Арсений не терраформировал. Ну, в принципе, да, логично. Терраформировать какие-то два маленьких астероида никчемных, они вообще нам не нужны. Но я бы хотел отсюда, с терраформированного Марса, посмотреть на Фобос, в принципе, наверное, и на Деймус. Так, где у нас Деймус? Почему-то я его не вижу. Фобос здесь, а Деймуса нету. Куда-то он пропал. Так, ладно, давайте тогда мы сейчас с вами опустимся на марсианскую поверхность терраформированную. Ну, я думаю, что, скорее всего, конечно, Деймус бы здесь смотрелся намного больше, чем кажется, насколько ты видишь, его просто красной точкой. Ну, вот такая марсианская поверхность, в принципе, наверное, ничем, абсолютно ничем не примечательная. Так, Церера, вот, кстати, насчет Цереры, умеренная морская микротерра с жизнью. Так, у нас сколько по диаметру? 938 километров. Ага, Церера больше похожа, да, смотри, обрати внимание, больше похожа на яйцо, либо дыню. Она овальной формы, не круглая, а овальная, блин. Ну, давай попробуем, наверное, да, приземлиться в Цереру. Я не знаю, конечно, если бы на Церере была бы жизнь, то здесь было бы, как бы, как бы это так выразиться, не очень выжить. Облака, да, вот я скажу, как я говорил насчет облаков. Это все-таки из-за симулятора. Вот они кажутся такими, видишь, да, каменными глыбами, как будто, я не знаю, замерзший лед в облаках, аммиак, или как правильно сказать. Ну, если бы, конечно, на Церере была бы жизнь, то здесь было бы находиться не Айс, потому что Церера находится в поясе астероидов. Ну, вот. Ну, ничего примечательного, в принципе. Давайте перелетим на Юпитер и посетим, наверное, его первый спутник, самый ближайший. Это спутник Ио, на котором у нас происходят извержения различных вулканов, насколько мы знаем. Ну, и что у нас по поверхности, в принципе, наверное, да, ничего как бы особо примечательного. Было бы здорово, если бы, опять же, была бы зеленка, и на фоне зеленок извергались вулканы. Это было бы здорово. Согласись, это было бы классно. Но, но, есть один плюс, который можно было бы наблюдать на Ио. Это, конечно же, вот такой прекрасный вид на Юпитер. Вот это было бы здорово. Согласись, это было бы очень классно. Так, я, по-моему, где-то в воде. И, кстати, смотри, как здесь просматривается Млечный Путь. Вообще, просто классно, здорово. Так, ну, давай попробуем, ребят, промотать время и посмотрим передвижение Юпитера по небосводу нашего Ио. Так, я так понимаю, вот эта поверхность, это у нас суша. Давайте останемся на суше и просто понаблюдаем. Даже за самим поворотом планеты, да, за самим его кручением, это было бы интересно наблюдать. Особенно наблюдать за большим красным пятном, это было бы здорово. Как, в принципе, я говорил вам в прошлой серии, когда мы сравнивали Землю с другими объектами Солнечной системы, где Землю я поместил рядом с Юпитером, да. В принципе, как я и говорил, нам бы открылись просто прекрасные, шикарнейшие фоны на планету Юпитер. Да, но при раскладе, что у нас идет большой радиационный фон от Юпитера, то, ребят, мы просто бы не смогли бы выжить, находясь рядом с Юпитером. Ну, я думаю, можно посмотреть даже, наверное, стой, подожди, давай нажмем на паузу. Так, Амальтея, он, скорее всего, наверное, ближе у нас к Юпитеру. Давайте перелетим к этому объекту и посмотрим отсюда на Ио. Так, прекрасный, прекрасный вид, боже, как я обожаю Юпитер. Бог всех планет Солнечной системы. И вот отсюда можно, наверное, понаблюдать, посмотреть на спутники. Юпитера. То есть, давайте сейчас мы рассмотрим... Так, Ио. Где у нас Ио? Вот он. Отлично. Но нет, нет. Я думал, все, конечно, намного будет лучше. Мы увидим пейзаж такой красивый, да, фон. Если бы мы бы смотрели с терраформированной... Даже просто с Луны мы бы смотрели на Землю. Она бы немножко, казалось бы, больше. Ну, вообще, наверное, по идее, если так представить, если бы Ио была терраформирована, мы бы находились на Церере, вид нам открылся бы намного прекраснее. Так, Европа. Давайте перелетим к Европе, не будем здесь задерживаться. Но Европа, да, полностью терраформирована. И это полностью планета Океан, что, в принципе, и следовало ожидать. Так, посмотри, небольшой промежуток затемнения есть на Европе. То есть, сюда не попадает свет от Солнца. А здесь вот эту сторону у нас освещает отсвечивание солнечного света от Юпитера, да? Здорово. Ну-ка, давай-ка перемотаем. Так, ускорим немножко время. И посмотрим. Ага. То есть, в определенном участке терраформированной Европы или другого любого спутника здесь, в принципе, ночь, наверное, длилась бы вообще, не знаю, там, ну, час-два максимум. Да, час и не больше. Так, давай-ка, знаешь что? Мы опустимся на поверхность нашей Европы. И здесь, конечно же, как я вам и говорил, обалденный шикарный фон открывается на Юпитер. Я не знаю, есть ли смысл посещать Ганит, простите, Ганимед и Калиста. Заболтался, да. Давайте перелетим, наверное, на Сатурн и посетим Титан. Титан, Титан, Титан. Вот он, полностью терраформированный Титан, но это у нас полностью планета, опять же, планета Океан. Я не знаю, сможем ли мы здесь рассмотреть Сатурн. Ну, да, конечно, не очень он виден сквозь толстый слой облаков. Все-таки, так, что у нас по составу атмосферы? А, то есть, здесь у нас все-таки присутствует H2 гелий, да? Кислорода нету. Ладно, я... А, подожди, тут, е-мое. Я рассматриваю Сатурн, боже, я смотрю H2 водород гелий, думаю, как может водород находиться на Титане, боже. Так, давай, знаешь, что мы, наверное, тогда перелетим к Энцеладу. Я думаю, там виды намного больше интереснее и красивее будут. Вот, на Энцеладе у нас есть... А, нет, это у нас тоже микроаквариус жизнью, то есть, поверхности как таковой на планете нету. Но, я думаю, в принципе, где-нибудь на вечерней стороне можно. О, блин, боже, ну только не эти облака. Ну зачем? Я хотел посмотреть на прекрасный вид с этой планеты на Сатурн. А, вернее, со спутника этой планеты посмотреть на Сатурн. Так, ладно, давайте, короче, тогда Уран, Уран, Уран. Что у нас по Урану? Ну, можно, в принципе, наверное, на Миранду слетать. Это у нас морская... Ой, ой, как ты выглядишь безобразно. Ой-ой-ой, какая ты неровная. Что с тобой сделали, боже. Так, Миранда, давай тогда опустимся на поверхность. Посмотри, она... Я не знаю, что с облаками творится. По-моему, это поверхность такая, да. Это горы, скалы, скорее всего. Это даже не слой облаков. А здесь, по-моему, вообще у нас даже нет атмосферы на Миранде. Да, поэтому я сразу обратил внимание на то, что мы видим яркое солнце. А вот здесь вот... И видим, в принципе, яркий космос. То есть, открытый космос и... Атмосферы нету, короче говоря. Все, что можно сказать, я не знаю так. Ну, в принципе, вот наш Уран ничем не примечательный. Так, Нептун. Давайте слетаем на Нептун. Тритон. Естественно, самый известный это у нас Тритон. Спутник Нептуна. И Тритон, я смотрю, вообще полностью, по-моему, замерзший. Но он выглядит, кстати, идеально. Посмотри. В чем смысл идеальности? То, что... Блин, я думал, это горы. Но нет, это вода. И, опять же, толстый слой облаков не больше того. Блин. Ну, можно, в принципе, посмотреть так. Да, давайте посмотрим на... Нет, толстый слой облаков мне все-таки не даст этого сделать. Вот чем отличается симулятор от планетария. Да, то, что в планетарии выглядит все намного реалистичнее. А в симуляторе как бы присутствуют все-таки многие баги. Хотя, если смотреть сверху, если смотреть вот так сверху, поверхность у нас Тритона, она полностью кажется как будто замерзшая. Но, если опуститься вниз, то это все облака. Ладно, давайте посетим тогда Плутон и посетим, наверное, ближайший спутник. Это у нас Харон, конечно же. Хотя Плутон многие уже... И вообще, Плутон уже давно у нас выбыл из категории планет. Это очень печально. Хотя, вообще, я считаю, что Плутон это такая же планета. И эта планета... Да. Почему, интересно, так? Просто вычеркнули Плутон из каталога... Каталога, да. Просто вычеркнули его из того, что он больше не считается планетой. Нет, я не согласен. Ну, давай ускорим время и посмотрим, что здесь, в принципе, можно примечательного увидеть. Но, особо-таки, как бы ничего. Но, давай, опустимся пониже на поверхность. Конечно, облака нам будут мешать. Но, что-то вот вроде такого, наверное, мы бы с вами наблюдали бы на поверхности нашего Харона. Да. Не более того. Ну, что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свою серию. Кстати, ребятки, не пропустите, скоро вас ждет кое-что еще интересное на канале. А также ждет еще новая серия по Space Engine. Да, друзья, не помню... И помните, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Я думаю, что на этой серии я, друзья, заканчиваю свое путешествие... Нет, 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 Space Engine будет. Он никуда не денется. Но, друзья, на этом я заканчиваю свое путешествие в нашей Солнечной системе. И мы с вами в следующей серии отправляемся на поиски внеземной жизни за пределы Солнечной системы, за пределы Галактики. Млечный путь. Так что не пропусти новые видосы. Поставь обязательно пальчик вверх. Подпишись на канал. Пока. Пока-пока.